Наконец-то весна, хочется сказать, глядя на яркое солнце за окном. Но торопиться снимать куртки не стоит. Теплые дни чередуются с морозными, снега нет-нет, да и подсыплет. В самом ли деле весна запаздывает, узнали у начальника метеостанции Слуцк Надежды Пашко. Сейчас наверняка многие люди задаются вопросом, почему опаздывает весна и почему так холодно. На самом деле мы очень быстро привыкаем к теплу. И запомнили прошлый год, что рано наступила весна, теплее было, как-то солнышко. А то, что было немного ранее, несколькими годами ранее, 10, 15, 20, многие из нас не помнят, забыли. Зимы были тоже холодные, март был, как правило, холодный. Минусовые температуры, на самом деле отрицательные, достаточно большие отрицательные температуры в марте наблюдались довольно часто. Я проанализировала, взяла около 40 лет, где-то с 80-го года. И увидела, что приблизительно в половине лет, вторая половина марта, возьмем вторую половину марта, был достаточно холодный. И минусовые температуры отрицательные, то есть минимальные температуры, как правило, это в ночные часы, порой доходили до 20 градусов мороза. Конечно же, никто из нас этого не помнит, разве что взрослые, пожилые люди, которые помнят все вот такие вот запоздалые весны. Для тех, кто жалуется на холодный март, 24 марта 1980-го было самым холодным за 143 года, минус 15,4 градуса по Цельсию. 8 марта 1964 года минимальная температура воздуха была минус 35,4 градуса. 8 марта, это довольно-таки сложно представить, кажется, 8 марта все дарят цветы, праздник весны, тепла и солнышко, и тут такой мороз. Март 2013 года, всем известный Хавьер, сколько было снега, это помнят все. Но все ли помнят, что тоже было очень холодно, например, 18 марта температура воздуха была, минимальная температура воздуха была минус 22,4? Кто это помнит? Маловероятно. Поэтому вот такая вот запоздалая весна, это вариант нормы, погода циклична. Но когда же наступит долгожданное тепло, когда можно спрятать пуховики и шапки и прихорошиться? В такой же день в 2014 году, например, было уже плюс 19. Потепление днем, дневные часы мы уже ожидаем с 24 марта, и постепенно-постепенно будет теплеть. В ночные часы, конечно же, будут еще наблюдаться минимальные температуры воздуха ниже нуля, порядка минус 5, минус 7, но постепенно-постепенно они перейдут тоже к плюсовым. Так что к 1 апреля, думаю, мы порадуем солнышком вас. Кстати, метеонаблюдения в Слуцке велись уже с конца 19 века преподавателями и учениками гимназии. Слуцкая метеостанция работает более 85 лет с перерывом на период Великой Отечественной войны. Люди здесь ответственные, внимательные. 23 марта метеорологи отметили профессиональный праздник. Хочу поздравить коллектив метеостанции и также всех работников, которые когда-либо работали на нашей станции с профессиональным праздником. Пожелать им не только солнечной погоды на улице, но и прекрасной погоды в доме. Хорошего настроения и быть здоровыми! Продолжение следует...